Липа, береза, грецкий орех, около 30 будущих деревьев, которые отныне будут олицетворять сад памяти. Осажают их на территории 4-й Нестеровской школы, местные жители, представители различных организаций в рамках всероссийской акции. Ее инициатор Минприроды Республики совместно с общественным движением – волонтеры Победы. В 2016-го, с тех пор, как в регионе стартовало это движение, активисты успели высадить более тысячи деревьев в разных уголках республики. Акции, конечно, мы вообще планируем. Каждый год мы все больше и больше наращиваем такие акции, потому что это полезно, это нужно. Порядка 27 тысяч деревьев будет высажено на территории субъекта. Акция у нас всероссийская, приуроченная 75-й годы члены Победы над фашизмом. Вообще, конечно, для нас это вдвойне приятно, потому что акции у нас массовые, потому что массовая посадка, высадка деревьев. И каждый человек может внести свою лепту в озеленение нашей республики, в улучшение экологической обстановки. Акция «Сад памяти» приурочена Году памяти и славы и 75-летию Победы ВОВ. В регионе она стартует сегодня, поэтому Нестеровская – лишь первый пункт, где совсем скоро приживутся и зацветут новые саженцы. Присоединился к активистам и глава Сужинского района Магомед Зайтов. Деревья украсят и двор детского сада рядом со школой. В работе помогают добровольцы из разных организаций. Вместе с имбургскими единороссами за лопату взялись и представители Комитета по делам молодежи. К слову, они намерены и дальше принимать участие в акции. К тому же на этот год у них запланировано немало мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. Добровольческий корпус и Комитет по делам молодежи принимают участие в Параде Победы. И продолжая, у нас будут различные форумные мероприятия и акции, приуроченные к 75-летию. И какие-то… Именно так как у нас Комитет по молодежи, мы направляем свою деятельность именно в то, чтобы как-то собрать их, заинтересовать. Наша задача, чтобы мы об этой войне не забывали, об этих тяжелых последствиях этой войны, миллионы жизней, которые были положены именно на этой войне, разрушения. Вот все эти последствия, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько страшны последствия вот этих вооруженных конфликтов. Всего в Нестерском в рамках акции посадят более ста деревьев. Еще один трудовой лагерь развернули во дворе третьей школы, а команду активистов пополнили школьники и педагоги. Эта акция для них своего рода – дань памяти защитникам Отечества, не пожалевшим своей жизни ради Родины в годы Великой Отечественной. Это формирует у детей все-таки навыки патриотического воспитания. Связь поколений, она не должна ни в коем случае прерываться. Всегда мы должны над этим работать. И сегодняшняя акция – это лишний раз мостик провела между прошлым поколением погибшими солдатами, которые отдали свою жизнь. Мы с вами были в Качайер-Халычуа, декеер, экология, анхалурмардиакам, галцруху, здоровье декеер. Деревья посадили в Бердьюрте, а на следующей неделе у организаторов запланирован второй такой же массовый день труда уже в Троицком. Всего в рамках акции планируется посадить по всей стране порядка 27 миллионов деревьев. Она продлится до памятного 22 июня. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.